Как будем жить дальше? Вопрос, который волнует каждого из нас. Все ответы страна должна получить совсем скоро. 11-12 февраля в Минске пройдет главное политическое событие – Всебелорусское народное собрание. К нему делегаты должны подойти во все оружие. Одной из форм подготовки стали многочисленные диалоговые площадки. Очередную принимал красный пищевик. В конференц-зале к зефирной фабрике представители депутатского корпуса, СМИ, педагоги, промышленники. Практика проведения этих диалоговых площадок, она показала, что от людей, скажем так, снизу по инициативе общественных объединений, гражданских инициатив, просто граждан, которые принимают участие в таких форматах, звучит очень много нужных, обоснованных, нередко острых конструктивных вопросов и предложений, которые можно имплементировать в государственное строительство. То есть такого рода связь между людьми и государством, она просто необходима, она является, на мой взгляд, обязательной. Для того, чтобы обеспечить стабильное, бесперебойное развитие государственной системы. Тема единения стала первой. Не зря 2021 указом президента получил статус Года народного единства. Огромную роль в этом отвели и средством массовой информации, классическим и современным. Региональные СМИ не должны отставать от своих старших братьев, республиканских, но и здесь человек – основное звено, подчеркнули эксперты. В момент раскола, в момент конфликта всегда на передний план выходят люди с четкой гражданской политической позицией. Так было во время революции, так было во время Великой Отечественной войны. Эти люди поднимали в бой полки. Сейчас такая функция лежит на людях, которые медийны, которые узнаваемы. И те люди, которые не изменяют своим жизненным принципам, своей гражданской позиции, своим политическим взглядом, они ценятся. Тут же главное – искренность. Если ты говоришь искренне, если ты говоришь от себя, тебя будут слышать, тебя будут слушать. Я, кстати, благодарен Бобруйску за вот эту внутреннюю искренность и интеллигентность. Честно говоря, мало в каких регионах, пусть не обижаются Беларуси, можно найти такое количество искренних, внутренних, уверенных в себе людей. Кто не работает, тот и не ошибается. Участники открытого диалога сошлись во мнении, что да, просчеты были. В этом случае необходимо найти точку роста, чтобы выйти из сложной политической ситуации. Коснулись и темы экономики, ведь от ее уровня зависит благосостояние наших граждан. Рост ВВП и зарплат, поддержка молодых семей и развитие IT-сферы – главные приоритеты, по мнению многих специалистов. Самое важное – это внятно объяснить и предоставить образ будущего для Беларуси, то есть того государства, которое мы намерены строить не только в краткосрочной перспективе, на пятилетку, но в долгосрочной перспективе. В чем наша устойчивость, кем у нас ориентиры. На мой взгляд, это простые ценности – мир, суверенитет, взаимоуважение. По завершению Всебелорусского собрания уверены участники, работа диалоговых площадок должна быть продолжена, так как именно на местах можно узнать проблемы, которые напрямую волнуют людей. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.